Итак, мы подплываем к острову Антипаксос. Но не с той стороны, откуда обычно пребывают на него отдыхающие, чтобы понежиться на его детственно чистых пляжах. Мы даже не увидим эти пляжи, не пощупываем их песок, потому что будем нырять в бессовестно голубые прибрежные воды этого острова прямо с корабля. Осторожно, выверяя каждый шаг, будем спускаться по ступенькам корабельного трапа, потому что, ну, очень скользко. Времени на то, чтобы примериться и привыкнуть к воде нет. Позади очередь из желающих полтыхнуться в воду поскорее. Море при этом очень холодное. Я жалею, что у меня нет с собой маленькой GoPro-шной камеры, которую с ней туристы уже закрепили у себя на голове, заботливо укутав ее в непромахаемый чехол и снимая все это великолепие без рук. Медленным и уверенным брасом я доплываю до небольшой лагуны, где сажусь на большой валун немного согреться. Наверное, по ночам именно так, сидя, отдыхая на этих камнях, заплутавших моряков зазывают шаловливые русалки. Красота вокруг похожа на ту, которую мы видим на туристических открытках, вздыхая по каким-то далеким и неведомым нам экзотическим краям. И вот все это вдруг оказывается рядом с тобой, стоит только протянуть руку. И не отпускает мысль, неужели это именно я сейчас здесь, в этом невероятном месте. Подход к острову Паксос густо заставлен яхтами и катерами. Капитан усердно ищет место, чтобы пришвартоваться. Весь остров состоит из небольших прибрежных деревушек и частных владений. Нас же встречает Гайас, маленькое и уютное поселение на острове. Оно давно и прочно облюбовано туристами, поэтому у берега постоянно швартуются все новые и новые яхты и теплоходы. Остров также известен своими огромными оливковыми плантациями, поэтому можно брать с собой различные емкости, чтобы купить самого чистого и вкусного оливкового масла. Впрочем, можно взять и уже разлитое и заботливо упакованное прямо здесь. Оливковое масло на Паксосе – одно из лучших Греции. Оливковых деревьев на этом миниатюрном острове около 300 тысяч. Столетние рощи буквально покрывают всю территорию острова. Каждый раз в таких местах я вспоминаю о своей давней мечте – жить в своем доме у моря, чтобы каждый день видеть эту красоту, каждый день ходить вдоль берега, собирая ракушки, о чем-то напивая себе поднос, каждый день возвращаться домой с мокрыми и солеными волосами, с которых струйками по спине стекают капли воды. Гайес – это главный порт острова, и в 1800 году он получил статус столицы Паксоса. Несмотря на свои игрушечные размеры, он считается одним из красивейших портов Ионического моря. Порт Гайес расположен в своеобразном, очень живописном фьорде, который образует противолежащие берега Паксоса и соседнего острова Агиос Николас. На крошечном, богатом растительностью Агиос Николасе сохранилась старая венецианская крепость и ветряная мельница. Но главное, близость острова спутника прекрасно защищает от непогоды гавань Гайеса. Жители Паксоса очень трепетно следят за тем, чтобы остров Агиос Николас оставался, по большому счету, необитаемым, стараясь сохранить его природную уникальность и препятствуя любому регулярному проживанию на острове и проведению там туристических мероприятий. До середины 60-х годов XX века основой экономики острова была рыбная ловля. Однако впоследствии главной отраслью стал туризм. Но рыбный рынок до сих пор манит своим особым колоритом, а огромные каменные столы для разделки и продажи рыбы словно отправляют нас в эпоху Средневековья. Вдоль протяженной набережной располагается несметное число таверной кафе, которые выходят своими террасами на небольшой уютный пляж. К слову сказать, у хозяев этих милых местечек прекрасное чувство юмора. История острова тесно связана с соседним Корфу, именно оттуда на Паксос пришли первые поселенцы – финикийцы. Начиная со II века до н.э. Остров был частью Римской империи. Лишь столетия спустя, в конце XIV века, власть над островом перешла к Венеции. На центральной набережной Гаиса стоит памятник Георгиусу Анимаянису, герою войны Греции за независимость во время наполеоновских войн. Тут же мы видим весьма уютный пляж. Помимо такого большого количества замечательных оливковых рощ, на острове Паксос мы можем с вами увидеть, как чудесно цветут гранаты, растут прямо на улице лимоны и розовыми облаками закрывает ярко-голубое небо прекрасная Бугенвилия.